Иногда, когда мне кажется, что это я сошел с ума, я открываю новости, читаю и убеждаюсь в обратном. Да я, похоже, самый нормальный в этом дурдоме. И придут времена, когда десятеро психбольных будут убеждать одного нормального в том, что это он ненормальный. А как можно охарактеризовать то, что Следственный комитет России начал вызывать на допросы, повестками людей, которые пострадали от фашистских зверств? Как это можно объяснить? Только безумием. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. И вот новая газета опубликовала случай совершенно бредовый, выпиющий и чудовищный. 94-летнему жителю Волгограда Василию Эрн пришла повестка из Следственного комитета Эрафистана. Вообще чудовищной мутной организации, как я вижу, и повестка о вызове для проведения следственных действий. Крупными буквами написано на шапке повестки. Любой желающий может зайти на сайт новой газеты, ознакомиться, фотокопия повестки прилагается. Там ультимативным тоном следователь Анопченко Антон Александрович «Допадет гнев небес на вашу голову, Антон Александрович». Так вот, этот Анопченко в категоричном тоном вызывает бывшего малолетнего узника нацистских концлагерей, бывшего узника, вызывает его на допрос. Ну что, с днем победы наступающей, да? А круто мы их можем повторить, да? В общем, еще раз здравствуйте, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, дорогие друзья. Будем на то воля ваша, поддержите мой труд, честного и независимого журналиста. Вот, и позволю себе еще раз рассказать историю. Она у меня в ролике «Бог и облачный мир есть», а мистики нет. Все в наших руках. Найдите в поиске, посмотрите. Там я рассказываю о прекрасном человеке, о бывшем малолетнем узнике нацистов. И этот человек был очевидцем репетиции парада победы фашистов. Они готовились под Нарофоминском. А потом он участвовал в параде победы советских войск, подготовку к которому осуществлял мой прадед, генерал Павел Артемьев, командовавший Московским военным округом. Вот, замечательный человек, и я имел честь сделать с ним интервью. Вот, и дай бог, чтобы он был еще жив и здоров, крепкого вам здоровья. И вот, я представляю себе, что этому человеку пришла такая повестка. От неизвестно какого. Прости, господи, не хочу выражаться нецензурной бранью Анопченко АА. Да вы права не имеете вообще к этим людям обращаться. Это издевательство настоящее. Ну, это просто какой-то трындец. В итоге, да, что происходит? Такие повестки, оказывается, приходят по всей России. К тем, кто сумел чудом спастись из лап немецко-фашистских оккупантов. А кто проводит эти издевательства снова? Это делает Следственный комитет Эрафистана. Они проводят дело о геноциде. Они издеваются. Понимаете? Это высшая степень издевательства, друзья. Сегодня, в наши дни, когда вся страна охвачена геноцидом настоящим, когда коренные народы Руси заменяются пришлыми людьми. Сегодня, когда смертность невероятна, и когда нас травят глицидиловыми жирами, вот этим пальмовым маслом, отходами от него, и мы просто вымираем, они завели дело о геноциде, скольки там летней давности. Очнитесь вы, палачи-каратели, очнитесь. Если вам против кого дело и надо заводить, так это против самих себя. Понимаете? Та история, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, она разобрана. Итоги ее подведены. Мир не заключен только с Японией. Да и закурил. А Нюрнбергский процесс, Нюрнбергский трибунал расставил все по своим местам. Эй вы из СК, почему вы не начнете проводить проверку действий мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, который в дни самоизоляции начал вводить QR-коды, то есть цифровое обозначение помещал на людей, заставлял людей принимать на себя цифровые обозначения, запрещенные Нюрнбергским трибуналом, как антигуманное и античеловечное действие. Почему нет? Почему вы не возьметесь расследовать, кто обворовал и вогнал в нищету всю Россию? Может быть, вы на Кремль посмотрите? Нет? Боитесь, да? А стариков вот так вот унижать совести нет вообще. Ну, это просто какой-то кошмар, дорогие друзья. И знаете, они сами своими действиями, они, ну, девальвируют стоимость, цену Великой Отечественной войны и девальвируют цену победы, друзья, понимаете? Вот. Что ж, у меня все мои предки воевали, у меня два генерала военных, воевавших в роду, и вот я назван в честь Захара Трофимовича Трофимова, первого генерала в истории чувашского народа. Захар Трофимович Трофимов был генералом честным, хорошо подготовленным, он освобождал Чехословакию, форсировал четыре крупных реки, и ему не дали звание Героя Советского Союза, хотя за форсирование одной крупной реки военачальнику полагалось за успешное форсирование, а он четыре прошел со своим войском и не дали. Почему? А потому что он берег солдат, обходил форпосты, укрепленные точки и пункты противника и нападал с тыла, перерубал коммуникации, действовал как грамотный генерал, еще офицер царской подготовки. А он берег солдат, и ему, ну не ему, а так обсуждали, и сказали, ну какое там форсирование жертв, нет вообще детский сад какой-то. Понимаете, вот так вот тогда воевали. Чем больше жертв, тем лучше военачальник? А кто же осуществлял тот геноцид? Да, я понимаю, что личность Иосифа Виссарионовича Сталина неприкосновенна, и его чтита облизывает Кремль, и по странному стечению обстоятельств портрет вождя висит у схиегумена Сергия, который также не гнушается без разрешения взять перстень Николая Второго и себе на перст его надеть. Вот, но все же, понимаете ли, а почему Следственный комитет не проведет проверку, почему вождь народов не реагировал на доклады своих разведслужб, которые говорили ему с точностью до минуты, когда свершится Блицкриг, начнется когда. Почему его, не расследуют его действия, его гениальный полководческий замысел, когда он подогнал к границам огромное число войск, так, чтобы Вермахт и Люфтваффе могли уничтожить и разрушить, и взять в плен как можно больше солдат советской армии, и захватить как можно больше советской военной техники. Почему вы не расследуете эти действия? Почему вы продолжаете унижать вот стариков? Знаете, вспоминается мне история, вот кто-то ведь помнит, кого называли самоварами, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов без рук и без ног, лишенных конечностей людей. А про 101-й километр, может, кто-нибудь помнит, как этих ветеранов, героев, заслуженных, воинов из Москвы вывозили, подальше от сановних глаз. А теперь эти же сановние глаза, ну, наследники тех глаз, они достают запыленную победу, знамя победы, и начинают им махать. Но машут так нелепо, что знамя это все больше и больше пачкается в грязи. И вопросы возникают совсем не те, которые они хотят поднять, а вопросы возникают к ним. Геноцид продолжается, друзья мои, и нас с вами беспощадно морят. Морят нас с вами под фанфары и крики о великом народе. Забудьте, нет у нас никакого величия. У нас стариков-пенсионеров, а не лидеры-старики-пенсионеры по мелким кражам. Вот так, вот так. Я говорил в одном из недавних роликов. К слову, добавлю мой предыдущий ролик, дико-дико глушат, потому что это денежное дело. Кунцево, золотая земля и так далее. Вот, посмотрите предыдущий ролик, друзья. Что ж, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд. Непростой, сложный, подчас опасный. На этом участке суши, правду говорить, особенно опасно. Вот, если вы решите это сделать, загляните в описании, и там вы узнаете, как. Вот, и также там будет ссылка на резервный канал. Не поленитесь, подпишитесь, пожалуйста. Доброго денечка. Помогай нам всем, Бог, друзья. Да придет, наконец, правда на эти земли.